Всем привет! Добро пожаловать на наш сегодняшний эфир. Мы сегодня с вами поговорим о том, почему нам так нравится страдать по нашим разрушенным храмам. Почему прошло уже больше, чем две тысячи лет. Мы всё равно помним, мы всё равно скорбим, мы постимся каждый день в молитвах, мы упоминаем, в благословениях после еды мы упоминаем, что пусть будет отстроен Иерусалим, пусть скорее Всевышний отстроит нам храм. Каждый день в молитве Амеда, в молитве Шмунаеса, которую мы читаем стоя, три раза в день мы говорим в Эбон Иерушалим и отстроит Всевышний Иерусалим, да, и соберёт весь народ Израиля в нём. Тогда вопрос, почему мы в праздники, в Песах, в каждый праздник, каждый день в молитвах, в благословениях после еды, всегда мы упоминаем наш храм. Спросите у любого человека, да, даже вот, смотрите, даже молодожёны, да, молодая пара, жених и невеста, которые стоят под хупой, у них такое радостное событие, они нашли друг друга, сейчас они соединяют свои сердца, и что они делают в этот момент? Они берут бокал, говорят благословение на вино и разбивают его. Вы знали, что этот бокал разбивается, под хупой разбивается в память о том, о храме, да, молодожёны говорят Всевышний, посмотри, даже в тот момент, когда нам хорошо, даже в тот момент, когда мы счастливы, мы наконец-то нашли друг друга, даже в этот момент, мы помним, что храм разрушен, и нам больно, и мы страдаем, да? Почему? Сегодня мы с вами коротко и быстренько так обсудим. Почему? Почему мы сами не смогли... Прошу прощения. Почему мы сами не можем отстроить храм? Неужели мало материалов? Неужели нет тысячи видов керамики? Вон в Италии какой-то новый вид вышел, да? Почему мы не можем сами отстроить храм, да? И сразу же будет ответ, потому что храм — это не только камни и стены, да? Храм — это нечто для нас большее. Именно поэтому из года в год еврейский народ всё равно помнит этот храм, да? Теперь давайте мы вспомним, за что были разрушены наши храмы. У нас было два храма, которые мы и потеряли, да? Можно привести такую аналогию очень интересную, когда владелец магазина с хрустальными, не знаю, лампами, с вазами, с хрустальной посудой В один момент взял дубинку и начал бить, бить везде, кругом-кругом Разбил себе, растращил себе пол магазина и сидит, плачет, да? И сидит, плачет. И у него спрашивают, глупый, ты чего плачешь? Это ж ты сам разбил, ты сам виноват, да? Да, и так и еврейский народ, да? Мы вот говорим, а, так нам больно, а храма нет, да? А мы хотим, чтобы он отстроился, да? И здесь мы можем сами себе сказать, эй, глупышки, это мы сами виноваты, что храмы разрушены, да? Вы что думаете, Всевышний бы позволил какому-то выходноцеру разрушить храм или титу какому-то, да? Только из-за наших грехов были разрушены храмы. И у двух разных храмов есть разные причины. У первого храма известны это три причины. Это идолопоклонство, да, Всевышний, он не любит, когда мы начинаем находить себе каких-то вымышленных других, да? Он говорит, эй, я здесь, ты почему меня променял? Да, это как мама, которая смотрит, ребенок, иди ко мне, а ребенок бежит. Вообще к другому, да? И мама такая, эй, ты чего? Идолопоклонство. Второй грех, за который был разрушен храм, это разврат, понятно. И третье это кровопролитие. Причем кровопролитие и друг друга в том числе. И второй храм был разрушен только из-за одной вещи. Второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти, когда еврейский народ перестал проявлять не то, что Ават Исраэль, а просто начал ненавидеть друг друга и без причины. И это было очень-очень неприятно, да? И Всевышний сказал, хорошо, вы недостойны храма. Теперь, для того, чтобы отстроить храм, нужно исправлять качество, из-за чего это все было разрушено. Мы знаем, что второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Тогда, если взять другую крайность беспричинной ненависти, это беспричинная любовь, да? Я люблю, там, людей, да? Вот у меня был потрясающий ректор Ноу Моисович. У него было такое, как сказать, не знаю, он всегда выражался по жизни, да? Это его предложение, он у меня ассоциируется с ним. Люби людей. Он говорил, люби людей, мы все такие разные. У каждого такая разная судьба. Ты не знаешь, что человек прожил. И я даже, мы даже любим, я даже люблю, мы когда выходим куда-то гулять, я могу сидеть на лавочке и просто наблюдать за людьми. Просто мне нравится смотреть, мне нравится, насколько мы все разные. И как Всевышний Ашем у нас всех различает, принимает, слушает, да? Насколько это все удивительно. Теперь, когда мы поняли, почему разрушен храм, мы теперь доходим, доходим до ответа на наш вопрос, почему мы из года в год каждый день вспоминаем и просим Всевышнего вернуть нам наш храм, отстроить Иерусалим. Почему? Потому что храм на самом деле, это не только стены и камни, да? Храм — это такое, какое-то полное единство всего народа, да? Это духовность, это то, чего нам так сильно не хватает. Для того, чтобы мы в Байзратошем удостоились отстроить большой наш храм, то мы должны пытаться улучшать, да, и делать прекрасным этот храм внутри себя. Что это значит, да? Это понятно, что это все образно. Это значит, что я должна быть хорошим человеком, да? Я должна быть уютным человеком. Я должна помогать близким тем, чем я могу. Как я могу поднять настроение моей подруги? А как я могу сделать хорошо моим родителям, да? А как я могу, не знаю, сделать добро человеку, соседу? А как я могу поднять настроение продавцу? Да, то есть так человек, когда он пытается, да, улучшить свой внутренний храм, это, конечно же, будет влиять на отстройку нашего большого храма. И мы сейчас находимся с вами в таком промежутке Бейна-Метцарим между Теснин, между 17-м Томузом и до 9-го Ава. Это три недели траура, три недели ограничений. Какие-то ограничения сейчас вступили в силу, какие-то наступят в месяце АВ. Но сама суть этих недель, да, она заключается в том, что я пытаюсь ограничить влияние этого мира на меня. Да, я хочу побыть немножко со своим храмом. Я хочу побыть немножко с Ашемом. Я хочу уделить время немножко себе, своему внутреннему храму. И когда я буду знать, что я делаю максимально, максимально много для того, чтобы мой личный храм был приятный Всевышнему, был приятным людям, приятный людям, да, для того, чтобы мой личный храм был приятным, так и больше шансов того, что это будет ускорять приход Машиха и ускорять отстройку нашего большого-большого храма, да. На самом деле мы думаем, что, ну, как я могу повлиять на отстройку храма? Ну, я подожду, там, как-то дождусь. Нет, на самом деле это всё зависит от каждого из нас, потому что когда каждый, каждый человек берёт на себя маленькое хорошее решение, он уже меняет этот мир, уже посылает волну, уже посылает тёплую энергетику в этот мир, уже добра становится больше. Ведь если каждый человек скажет себе, да, я могу быть лучше, я хочу быть лучше, да, я хочу ещё больше учиться, я хочу ещё больше времени уделять духовности, да, когда каждый, каждый из нас по чуть-чуть, по чуть-чуть будет совершенствовать себя, свои вот эти хорошие качества. Нет, это не утопия, это реально, и я в это верю, просто я верю, что это начинается с каждого из нас, с этого маленького посыла. Ибо из Раташем у нас будет получаться отстраивать в нашей душе вот этот храм, чтобы быть приятными людям, чтобы быть приятными в семье, да, чтобы стараться улучшать этот мир хорошими делами, изучением Торы, служением Всевышнему, да, отздокой, помощью ближним. И я уверена, что мы удостоимся увидеть третий храм, который будет в самое ближайшее время отстроен, и мы все вместе соберёмся в Иерусалиме. Я, конечно, немножко так, кстати, я когда об этом думаю, трепетно, но я уверена, что это будет прекрасно и лучше всего, что может быть для нас. Вот. Спасибо всем большое за наш эфир. Желаю всем хорошего вечера и лёгких недель. Этих три недели, которые до девятого ава. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!